С 2022 года граждане могут получать социальный налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги. Министерство спорта России утвердило перечни организаций и предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, на 2023 год. Перечни размещены на официальном сайте Министерства в разделе о налоговом вычете за занятия спортом. Для получения социального налогового вычета за физкультурно-оздоровительные услуги требуется, чтобы организации, предоставляющие такие услуги, были включены в специальный перечень, который формирует и ведет Министерство спорта Российской Федерации. Условия для включения. Физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности. В штате организации должны работать сотрудники, имеющие профильное образование, не ниже среднего профессионального. А организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Отмечается, что важным изменением 2022 года стало предоставление возможности получения вычета родителями детей не до 18 лет, а до 24 лет, если дети, в том числе усыновленные, являются студентами по очной форме обучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова